Еще одна тема, которую я хочу с вами обсудить, вот телеграм-канал «Можем объяснить» задается риторическим вопросом. Шутка Путина про Мойшу Израилевича Чубайса. Она является ли маркером того, что в России возвращается государственный антисемитизм? Мы помним скандалы прошлогодние, в которые попадал Лавров за антисемитские высказывания. В этом году Путин неоднократно и складывается такое впечатление, что специально делал выпады в сторону украинского президента Зеленского. И этой всей антисемитской риторики российских властей мы видим, что подыгрывают также и публичные люди. Вот взять ту же Талызину, которая отличилась антисемитским высказыванием в адрес Аллы Пугачевой. Что это такое в комплексе? Вот как вы это видите? И какое у вас объяснение вот этому всему? Вы знаете, в России сейчас любят снимать разные ремейки и переделывать даже уже существующие картины советской эпохи, заблюривать каких-то неугодных. То, знаете, я могу себе представить, что они могли бы такой дипфейк сделать и изъять из фильма Ильдара Рязанова с легким паром замечательную артистку Лию Ахиджакову, осуждающую путинскую агрессию. И поменять ее на бабку с лицом Путина, которая бы с Талызиной на пару вламывалась бы в квартиры россиян. И рассказывали бы они хором свои вот эти антисемитские выдумки и прочую черносотенную дрянь, которая в конце концов, ну как вам сказать, имеет, к сожалению, очень долгую историю. Наверное, придется сказать, почему в современной России антисемитизм достал нормой, так сказать, ну попал он на ту почву, которую давно взращивали. То есть в комплексе с разговорами вот этими конспирологическими теориями, этой говни, этой про всемирную закулису, заговор какой-то там, значит, мировой, про это всякое зло, которое, значит, угрожает скрепной вот этой матрешке. И каждое последующее, которое вот из этого набора все более бездарное, все более кровожадное, а ведь начиналось все достаточно давно. То есть обратите внимание, что даже вот в современной России, скажем так сказать, то есть ельцинского периода, когда вроде бы казалось, что какие-то демократические изменения, ну во всяком случае могли бы наступить, даже тогда не были осуждены черносотная идеология, практика царских времен, начиная с черты оседлости, с фабрикования вот тогда еще кровавых наветов этих, с фабрикации протоколов сионских мудрецов. Это такой подлог, историческая фальсификация. Это все происходило во времена Александра Третьего, делал это Победоносцев, оберпрокурор Синода. И вот как раз в период его, этого, так сказать, идеологического лидерства, появилась публикация вот этого фальсификата на русском языке. Еще раз говорю про черту оседлости, которая в конце концов перешла в КГБшную, НКВДшную тогда советскую идеологию в форме пятого пункта при приеме на работу. Не была дана правовая оценка сталинским репрессиям, делам врачей, политике самого Сталина, готовившего в 52-53 годах массовое истребление еврейского народа в бывшем СССР. Не дана правовая оценка государственному антисемитизму времен Брежнева, Андропова и Черненко. А организация, осуществлявшая политику государственного антисемитизма, то есть КГБ СССР, не понесла ответственность и не была распущена или закрыта. Не было снесено, например, здание или не было написано в дальнейшем «здесь танцуют», как это было сделано на месте снесенной Бастилии в Париже. То есть страну в итоге возглавил чекист, который сам участвовал в преследовании инакомыслящих, особенно специализировался на преследовании евреев-отказняков. То есть это история, о которой я рассказывала, но это, наверное, надо повторить. Еще раз коротко пройдемся с эпохи Александра III, за которую никто не приносил своих извинений. Вот по сей день из российских, далее советских и потом снова российских руководителей. Ну и вот, наверное, стоит поговорить о том, откуда у Путина этот глубинный антисемитизм. То есть он, когда закончил школу прапорщиков, которая располагается на шоссе энтузиастов в тогда Ленинграде, он был распределен. Причем, вы понимаете, он сам был инициативщиком. То есть его не вербовали, он сам навязался, будучи гопником, будучи таким членом банды у Святцева. Я не устаю каждый раз говорить о том, что нашим зрителям, если найдут время, пускай бы посмотрели, что велел выгравировать на своей могильной плите у Святцев, какой эпитафии он сам себе заранее сочинил. Для того, чтобы лучше понимать, что это за банда, в которой Путин принимал самое горячее участие. Так вот, когда он позже был распределен, после окончания этих двух лет в школе прапорщиков, он был распределен вот таким топтуном в отдел по отказникам. Это то, как они называли евреев, которые собирались вернуться на свою историческую родину в Израиль, готовили для этого документы и пытались вырваться из антисемитского Советского Союза и спастись. Значит, чем занимался Путин? Во-первых, он попал в отдел, который возглавлял Леонид Надиров. В миру более известный, как сначала директор Александринского театра, а потом еще и бессменный, не одно десятилетие возглавлявший Вагановское училище «Рептор». Ну, соответственно, только, так сказать, можно, наверное, предполагать, какую там промывку идеологическую устраивали будущим балетным звездам. И, наверное, не только в силу таланта, а в силу лояльности. Именно вот этому КГБшному режиму, наверное, туда набирались, в конце концов, и артисты балета, а, как известно, также в области балета, они непременно должны были быть впереди планеты всей. Поэтому, когда вот он попал в этот отдел под казняком, то он сам специальноручно фальсифицировал, подделывал материалы, которые позволяли КГБ в рамках этого антисемитизма не выпускать на историческую родину евреев, а, напротив, привлекать их по своим вот этим статьям Уголовного кодекса сфабрикованные вот эти дела, подсунутые, подложные улики какие-то, которые они якобы туда запихивали в рамках проведения обыска. Причем обыски эти должен был он проводить тайно, но его просто прущий из него антисемитизм – это зависть, кроме всего прочего, особенно когда он попадал в квартиру более-менее зажиточную, то там он не только не мог, так сказать, провести тайно эти мероприятия, так он еще и справлял большую нужду в туалете, не смывая, тем самым подчеркивая, что это черная метка, которую, значит, он оставлял владельцу этой квартиры. Мало этого, дальше еще и банда Усвятцева по этой наводке приходила и грабила эти квартиры. Представьте себе, даже в советское время это сопоставить. И в конце концов банду Усвятцева за это взяли, Усвятцев сел. А Надедову в итоге это тоже стоило вот этой его КГБшной карьеры, потому что сопоставив это, они поняли, что он не уследил за своим, так сказать, сотрудником, который работал одновременно на два фронта. И поэтому Путин, чувствуя, так сказать, свой долг перед некогда руководителем, вспомнил о нем, когда создавал Роскомнадзор, вернее, когда из-под Министерства печати выводил это в отдельное ведомство. И именно Надиров, в конце концов, оказался во главе этой конторы, этой богадельни, которую, конечно же, выстроил в лучших традициях ГБшной идеологии, преследования инакомыслия, потому что этот весь отдел, естественно, находился внутри Пятого управления по борьбе с инакомыслием. И, соответственно, все вот эти всходы, которые сейчас имеют российские оппозиционеры, разнообразные там какие-то метки, которые им раздаются вот в стиле путинской черной, когда они наклеивают ярлыки, когда они пишут о ком-то, дескать, этот, как они выражают, иностранный агент, должен сам перед каждым своим высказыванием, знаете, как какую-то челобитную, что ли, произносить какие-то там заведомо установленные этой богадельные тексты, чтобы не получить потом еще каких-то худших последствий. Я тут всегда говорю о том, что те, которые находятся внутри Мордора, ну, возможно, конечно, еще, так сказать, мотивируют чем-то свои, ну, как сказать, анонсирование каждого выступления вот этой преамбулой, которую им навязывает Роскоднадзор, организованный некогда Леонидом Надировым, знатным таким тоже приспешником Путина, естественно, таким же антисемитом, как и он сам. И в этом смысле я считаю, что находящиеся за пределами Мордора все-таки не должны опускаться до того, чтобы следовать требованиям этой богадельни и каким-то образом, вот знаете, я считаю, это унизительно просто предварять каждое свое высказывание вот таким клеймом, тем самым подчеркивая власть Роскомнадзора и Путина, в частности, над собой. Но мы несколько от темы отклонились. Я бы тут хотела просто подчеркнуть, что Путин, когда он, ну, знаете, имитирует, что якобы среди его олигархов в том числе есть и евреи, он это делает только по той причине, что они сообразили о том, что в конце концов это же вылезет на поверхность. И многие знали об этой его антисемитской деятельности. Например, величайший государственный деятель Израиля Натан Щеранский в одном из своих интервью рассказывал о том, как Путин не применил напомнить ему про допрос. То есть Путин знал, где ознакомиться с допросом, знал, как это происходило, был, так сказать, глубоко погружен в советский и ГБшний антисемитизм, и имел даже наглость уже на встрече, которая происходила на высшем уровне, еще и, так сказать, ну, напоминать крайне неприятные часы из жизни своего собеседника. То есть таким образом можно просто констатировать, что весь этот антисемитизм, он лег на вспаханную почву, которую вспахивали со времен Александра Третьего, а может быть даже и раньше. Ну и это все стало идеологией, естественно, ГБНИ, то есть КГБ СССР. Путин не просто проникся этой идеологией, он непосредственно сам этим занимался, он реализовывал это все на практике. Ну и, естественно, что он пронизан этим антисемитизмом, и когда он вызывает из живущего в контейнере, у него, кстати, прозвище такое было, контейнерный, Ротенберга из Германии, где он пытался добиться каких-то там документов для пребывания и жил в контейнере, требуя пособия и так далее. И тут вот в его жизни случился такой, знаете, такой сказочный поворот, когда Путин о нем вспомнил, сделал из него своего придворного олигарха, причем ради того, чтобы имитировать, что якобы у него вот есть в его ближайшем круге даже вот, пожалуйста, представители еврейского народа, что вот он им помогает, там они даже обогащаются сказочным при нем для того, чтобы создавать этот когнитивный диссонанс, а точнее ему просто посоветовали для того, чтобы реже вспоминали о том, что он на самом деле себя представляет, обставиться вот такими, так сказать, ширмами своего антисемитизма. Ну и то, что, конечно, прозвучало в адрес президента Украины Владимира Зеленского, ну это просто такое неприкрытое хамство, такая мерзость. Я считаю, что не только наш украинский МИД должен на такое реагировать, но и вся мировая общественность. Это просто тошнотворно. Я вам скажу больше, я долго думала, когда же в его черепной коробке наконец-то произойдет, так сказать, знаете, ну как бы вам сказать, вот это столкновение всего того, что они там нарабатывали, потому что методичка существует давно, это КГБшная. И когда они бы сопоставили вот эти все свои наработочки с тем, что украинский народ проголосовал 73% за открытого еврея, в антисемитском обществе это совершенно невозможно. Я вам более того хочу сказать, когда-то давно, когда начались гонения на Ходорковского, я очень удивлялась, потому что меня там пытались принудить какое-то письмо подписать, ну естественно, я его не подписывала и не подписала в пользу так называемого басманного правосудия. И когда я возражала и говорила, меня просто удивляет та пресс, которой вы вот сейчас занимаетесь этой своей гадостью, все же может поменяться, а представьте себе, он придет к власти, а вдруг он станет президентом. Они на меня смотрели и говорили, кто Ходорковский? Да никогда. Я говорю, откуда такая уверенность? Они говорят, как? Он же еврей. Вы представляете себе, на каком уровне там вот это все существует. Когда я только заканчивала школу, и собиралась поступать в институт, то вот моя мама подумала, что тогда еще было непонятно, что у меня появится голос и так далее, тогда мама подумала, что вот может быть мне стоит поступить в МГИМО. И представьте себе, это все-таки уже, ну так сказать, советская система закончила свое существование. Это вот как раз вот те первые годы, когда были надежды по поводу того, что Россия может теоретически стать какой-то демократической страной. И впоследствии, конечно, слава богу, у меня открылся голос, и мне не пришлось поступать в этот институт. Но, тем не менее, ко мне же ходили оттуда преподаватели, потому что, ну, моя семья могла позволить себе нанять мне репетиторов. Дальше они никогда не принимали участие, так сказать, у них не было. В этом смысле никогда не занимались с кем-бла, там, не дай бог, там и все остальное, там все мои поступления были всегда честными. Но, тем не менее, подготовиться мне, они позволяли, и ко мне ходили репетиторы. Вы даже себе представить не можете, до какой степени я была, ну, как вам сказать, остолблена доктриной, которую в меня начала пихать сначала педагог по литературе, потом по обществоведению, когда я, наконец, я выпускала из центральной музыкальной школы, ну, понятное дело, это всегда западная традиция, потому что в первую очередь изучаются западные, там, венские классики, начинается все с Баха, потом Бетховен, Моцарт, Гайден, то есть все музыканты, тем более с хорошим таким, ну, знаете, профессиональным базом, таким основательным образованием, они всегда тяготеют к западной культуре в силу того, что они просто понимают, что в то время, когда в Европе слушали мессы Генделя, в это время разве что скоморохи владели какими-то инструментами в, значит, той, Московии, потому что тогда церковная доктрина православия заключалась в том, что они считали все инструменты греховными, там только пели, и то без нот. Поэтому, естественно, что тяготение было очень сильным, уже личность была к тому времени сформирована, и тут вы представьте себе, что они начинают снабжать какой-то черносотиной литературой, когда они начинают мне рассказывать про какую-то закулису, про какой-то заговор, про каких-то жидомасонов, а даже само слово, понимаете, они так недалеко уходят от всей этой чуши, которую сфабриковала идеологические отделы, начиная ЦК КПСС, а по сути просто КГБ, когда они говорили, что не любить советский строй могут только психиатрически нездоровые. То есть, когда это все посыпалось ко мне в качестве каких-то там, значит, подсказок, каких-то там попыток со мной установить контакт, то я тут просто в ужасе поняла, что это как бы такая страшная агентурная сеть, которая даже на этапе вот этого легкого просветления, когда вроде Ельцину власти и вроде бы должны пойти каким-то демократическим путем, они все еще каких-то адептов вот этой своей черносотиной мерзости вылавливали и пытались мне, дочери гражданина ФРГ, еще раз, выпускник, ну уже тогда, то есть заканчивающий Центральную музыкальную школу и там владеющий несколькими языками, повидавшую Европу, слава богу, которые еще были живы, нет, тогда уже нет, но вот недавно только умер дедушка, который был похоронен, естественно, в Мюнхене, который жил в собственном доме на Раухстрассе и так далее. Это они мне дерзнули. Представляете себе, что они делали с остальными. То есть это такая глубинная доктрина вот этой гэбни, которая пыталась свои вот эти вот проростки или куда угодно, значит, просеять, как-то там прорастить. Ну, разумеется, что я была в итоге от этого всего в шоке. Конечно же, я не поступила, не стала поступать даже в этом ГИМО. Но, ну, понятное дело, что у меня открылся голос, была Гнесинская академия, а потом папа сказал, нужно, чтобы у тебя было все-таки еще на всякий случай какой-то ремесленный. Мало ли что будет с голосом. Я поступила в МГЮА, там, где такой еще, знаете, настроенный на реформы, был ректор Путафин. Там, слава богу, близко этого ничего не было. Но просто обратите внимание, что эта система в итоге МГИМОшная, вот эта советская, российская, она же в итоге подмяла под себя все эти ростки демократии. В конце концов, номенклатура. И вся эта доктрина победила, вытеснив абсолютно все, что пытались привнести такие, так сказать, светочи, ну, которые, так сказать, знаете, сражались с этой номенклатурой, гыбнёй. Многие поплатились с жизнью, в том числе, например, Галина Васильевна Старовойтова. Многие высказывания на сегодняшний день, когда тогда они казались очень какими-то острыми и радикальными, сейчас я говорю про высказывания Валерии Ильиничной Новодворской. Сейчас мы понимаем, что она просто очень точно расставляла диагноз. Поэтому, конечно же, Путин настоящий махровый, глубинный антисемит. И всё, что он делает для того, чтобы якобы обставиться иначе, это не более чем ширмы, которые, скорее всего, даже не он сам формирует, а ему просто советуют, так сказать, припрятаться. Как это делали вот эти вот вылезающие в качестве педагогов литературы и проникающие фактически в дом к дочери иностранца, извините меня, гражданина ФРГ, и имели наглость вот этим заниматься. То есть вы сами, конечно, я думаю, прекрасно понимаете, как бы, да, что мой папа достаточно быстро расставался с подобными преподавателями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова